дамы и господа доброго времени суток сегодня вам рассказываю о тех сопутствующих препаратах может это обезболивающих до которыми я пользуюсь мазями на протяжении уже 10 лет практически все ничего не меняется и всегда такое как это сам первое я начну конечно с ними да не мид процессе работы по самоисцелению всякое бывает микропаразиты вылазят наружу есть бывают язвы бывает сильный зуд бывает все что угодно я вот четвертый месяц борюсь с опухолью на пальцах и для того чтобы обезболить чтобы не принимать вовнутрь понимаете да о чем я говорю местно то есть если мы местно намазали то меньшее количество как вы понимаете попадет кровь но тут минимальное количество она не попадает абсолютно и так на первом месте у меня стоит не мид второе место занимает левомиколь это более как заживляющие то есть что если это что-то существует да какая-то у нас проблема то работает вот тому назад разбил лицо упал ночью кто-то натянул провод и прямо в щебень влетел физиономии за два дня левомиколь вообще ничего не осталось даже следов вообще следов не осталось отличная мазь левомиколь я пользуюсь постоянно настя тоже на третьем месте стоит безумно нужный бета-метазон да он картикостероидный препарат да это гормон гормональные это самое но там настолько его микроскопическое количество что это вообще просто-напросто смешно зуд снимает потому что зуд если вы занимаетесь самоиселением это проблема большая и соответственно мы имеем ну и на последнем месте я постоянно пользуюсь это не дергается камера нет снимаем без петлички две петлички накрылись поэтому терпите возможности для покупки новых этих нету петличек поэтому вот будет так теперь цинковая мазь она во всем любые опрелости любые пролежности любые зуд между ногами все везде цинковая мазь спасает в ухе вот собственно такие фишки ну естественно существует камфортное масло существует комфортный спирт существует касторовое масло тоже оно очень полезно ну вот как-то вот и это все это все чем я пользуюсь больше ничего нету в принимать обезболивающие вовнутрь в самых на и таких тяжелейших случаях когда это уже за гранью понимания и терпения на сегодня все друзья мои